Попробовать новый вид спорта в 76 лет самое время, считает Татьяна Тихонова, участница клуба «Активное долголетие». Сегодня она осваивает так называемый сап. На большой доске для сапсерфинга пробуют плыть уже не первый раз. Я их пробовала, но неудачно, потому что металлический был мост. Дали мне родственники только две попытки. На третье они удрали без меня. Теперь решила поучаствовать в обучающем мастер-классе по сапсерфингу. Он впервые проходит на территории Московской области сразу в нескольких городах для участников клуба. Мы когда предлагали его, не ожидали, что столько откликнется желающих. У нас даже появилась лист ожидания на следующее занятие. И вообще у нас участники, они в принципе очень активные. Для семи участников провели короткий инструктаж. Правильно настроили весло, изучили способы его использования, основные позы для размещения на доске и вперед. Несмотря на внушительные размеры, такие доски достаточно легкие и удобные в обращении. С ними справятся и дети, и люди преклонного возраста. На воде сапы очень устойчивы, абсолютно безопасны и просты в использовании. Начинающие спортсмены быстро освоились на воде. Впереди у них преодоление маршрутов 6,5 километров по Москве-реке. Учитывая энергетику, которую мы уже почувствовали, очевидно, несложно. Я думаю, что в следующий раз они к нам придут и на 13, и на 18 километров. Этот маршрут абсолютно простой. Его проходят дети в 10 лет. В последнее время сапсерфинг стал одним из самых популярных видов пляжного отдыха. На доске можно катать детей, загорать прямо на воде и, конечно, плавать на различные дистанции. Кроме колоссального удовольствия сапсерфингом, это еще и прекрасный фитнес, потому что задействованы абсолютно все мышцы при работе веслом руки, ноги и пресс. И все это наши долголеты прочувствовали на себе. После сплава эмоции просто зашкаливали. Эмоции шикарно, просто великолепно. И счастье – это волшебно и очень здорово. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова». Тренируйтесь, к нам приходите.